Когда я читаю информацию о том, что 90% всей информации в мире была создана за последние два года, у меня дух захватывает. Это целая лавина новых знаний и технологий. Поэтому маркетинг сейчас переживает настоящую революцию. За несколько лет произошло изменений больше, чем за целую сотню лет. Новые возможности впечатляют. И тут же возникает тревожность. Как быть в курсе? Как не упустить новое и важное? Как успеть перестроиться? Именно поэтому я и решила встретиться с мастером своего дела, а главное, любящего свою профессию человеком. Инстаграм, Фейсбук, ВК, Одноклассники. В первую очередь делать цепляющий контент. Инстаграм, Фейсбук, ВК, Одноклассники. То есть все соцсети можно привязать к сайту. Ну, конечно же, я подписан на определенные каналы, где собираются люди по интересам, в данном случае те люди, кто занимается самым продвижением. В соцсетях, получается, в Телеграме есть каналы хорошие, в Ютубе. Один из бизнес-тренеров, который я уважаю, это Михаил Христосенко, который дает именно конкретные инструменты для продвижения в соцсетях. На любой негатив всегда отвечает только улыбкой и добрым расположением. Да, я использую свои личные страницы и бизнес-страницы в соцсетях для того, чтобы людям рассказывать пользу о том, что можно извлечь из соцсетей, какую получить пользу и как рассказать о своем продукте или о своей услуге. Столетиями маркетинг вмешивался в уникальный поток впечатлений людей и говорил «Стоп! Хочешь посмотреть любимый сериал? Посмотри сначала рекламу нашего продукта». Интернет изменил восприятие людей. Теперь роль за контентом, который следует за потребителем, не навязывается, а привлекает за счет цепляющей эмоциональной истории. То есть все уходит в визуализацию, в эмоциональный видеоряд, а не просто картинку. Поэтому маркетолог должен стать режиссером. Он создает новый формат продвижения, бесконечный сериал, удерживающий внимание аудитории с помощью эмоциональных историй. Поэтому мы и считаем, что только объединив эти две суперпрофессии, мы получаем суперрезультат. Будущее за компаниями, которые создадут свои каналы наподобие Нетфликса и будут снимать веб-сериалы, чтобы доносить ценности своего бренда и особенности продуктов. Такой эмоциональный канал станет настоящим конкурентным отличием на рынке. Девиз этого века – нон-стоп обучение или вечный студент. Это единственный способ поддерживать знания и уровень конкурентноспособности.